Добрый день. Сегодня я хотел бы рассказать о том, как сэкономить бензин. В наше время, когда стоимость бензина постоянно увеличивается, это очень актуальный вопрос. Во-первых, не обязательно заправлять полный бак. Можно это ездить и с полупустым баком. За счет этого уменьшается масса автомобиля. Заправляться можно на автозаправках, на которых нет людей, кассиров, таких автоматизированных заправочных комплексов. Как правило, там цена ниже. Вы каждый день часто едете по одному маршруту и знаете, где дешевые заправки с хорошим качеством. И там можно тоже заправляться регулярно. Также можно подкачать колеса, в них увеличить давление. И тогда будут меньше изнашиваться покрышки, будет меньше трения, качения. И за счет этого будет меньше расходоваться бензин. Но недостатком данного способа является то, что у вас будет несколько более жесткая езда. И все это будет, и все вибрации будут более чувствительно передаваться вам на тело. Рекомендуется при езде на больших скоростях поднимать стекла, чтобы было меньше сопротивления у машины воздуху. Также можно убрать лишний вес из машины. Например, я снял задний, средний подголовник, потому что редко у меня кто-то посередине машины там едет. Можно выложить огнетушитель. Например, когда я в последний раз пытался им воспользоваться на даче, то оказалось, что это достаточно бесполезная штука. Можно выложить запаску, но, с другой стороны, она может несколько самортизировать удар. Например, если у вас сзади кто-то врежется. Или в дальней поездке, конечно же, смысла выкладывать запаску нет. Она может пригодиться. Тоже решайте принять этот совет в зависимости от вашей конкретной ситуации. Дополнительный способ экономии, самый, пожалуй, наиболее известный, это плавная езда. То есть без резких ускорений, без резких торможений, потому что в этом случае бензин у вас тратится неэффективно. И он тратится на, грубо говоря, уходит весь в тепло при торможении или при разгоне. Наиболее эффективный режим работы – это плавный разгон, плавное переключение передач. Это относится как к механике, так и к автомату. Все вы знаете, что более экономичные – это механическая коробка передач. Автоматы и роботы более прожорливые в этом плане. Там могут и в полтора раза больше потреблять. Но с какой скоростью оптимально передвигаться? Например, я долгое время ездил по МКАДу со скоростью 110 км в час. Но потом я понял, что при увеличении скорости на 10% может возрастать сопротивление движению. За счет силы сопротивления воздуха она нелинейна от скорости. Она может при возрастании скорости на 10% возрастать на 20%. Поэтому, если вы едете со скоростью не 100, а 110 км в час, то бензин вы расходуете на 20% больше. Поэтому оптимальным является езда по МКАДу со скоростью на обычной легковушке со скоростью 100 км в час. Опять же, если у вас там автомобиль, в котором очень много передач, то вы должны ехать на самой большой передаче, самой высокой передаче. И при этом у вас обороты двигателя, жадно, что были в диапазоне от 2 до 3 тысяч. Смотрите внимательно на характеристики вашего мотора. В интернете вы можете найти оптимальные обороты, при которых расход бензина минимальный. Также можете прикупить на Алиэкспрессе специальный датчик. Если ваш автомобиль не оборудован измерителями расхода топлива, то можете замерить это с помощью одной популярной шутковины. Не буду рекламировать, буквально за 200 рублей можно купить. Подсоединить через Bluetooth или Wi-Fi, этот датчик к телефону, и смотреть расход топлива. Это основные советы, которые я могу вам дать по экономии топлива. Уменьшайте массу автомобиля, подкачивайте шины, разгоняйтесь и тормозите плавно. На светофорах можно тормозить накат, то есть отпускать цепление и плавно подъезжать к красному сигналу светофора. Если у вас есть какие-то еще интересные советы, то можете добавить их в комментарии к этому видео. Спасибо большое за внимание. Спасибо.